Осматывая тело чудовища, что надвигается, на тебя исходит жар и знойное излучение, как в расплавленном в воздухе пустыне. Ядовитые змеи из шкуры его шипят и дымятся в единое огромное мишуре, где черный огненный дым охватывает низ, сверх, наружу и сердце любой души. И вот, на груди чудовища, ты можешь прикоснуться к черному блестящему камню, что есть тайная сила его. Возможно, ты знаешь название этого камня, ибо это радий, чье невидимое черное излучение уничтожает все, что можно вообразить. И деревья, и ночной воздух, все уничтожает маленький блестящий радий, и все зажигается огнем. Умирают и мутируют звери, флоры и фауны. Желтеет и засыхает травинка любая наша надежда и любая ценность. Разрушаются друидические храмы и все, что так любимо нами в природе. И так как ты тоже часть природы, и в тебе разрушается великим огнем то, что ты ценишь и любишь. И только солнце, только солнце в космосе горит незыблемо и спокойно. Свет его то, что сохраняет любую структуру и препятствует разрушению. Может тебе кажется, что мать Гайя восхваляет только солнце? И ненавистное и пьяное воинство, ядерным взрывом разрушающее и друидические ценности твоей души? Часть тебя, что есть незыблемое солнце, должна существовать точно так же, как разрушающие радии твои души, что природа взлелеет и породит. И так же, как извергающие огонь вулканы, подобно фалусу, изливают магму и лаву на человеческие селения, так это моя душа радуется, когда разрушаются ее связи с людьми, с прошлым, настоящим, будущим. Точно так же, танцующая калия порой пляж на груди человека требует разлома, взрыва и сжигает во всякой душе все барьеры, которые человек себе подославил. И только свет солнца противится разрушению, и вы представляет собой свет яркого, белого бога, чистой воли, закрепостителя и ухранителя. Ох, ветерно, керави, черные, солнеческое исчезло, абсолютно злоподобным сведоевшим, что позволяет себе разрушить старое и очистить место для нового. Он, как мутация, и есть точная ясная погрешность, являющая полной мутацией божественной красоты, и слической влюбленность в смерти, в воду ее отсутствия. Вот, уничтожилось все в огне, и сгорели леса, и ценимые тобой храмы, но оглянись вокруг. Разве вся земля живой земли Гайи испепелена и разрушена, и разве так мало ты ценишь ее, отвергая разрушение? Разве одно извержение уничтожило твою душу? Нет, вновь и вновь на том же месте распускаются цветы и текут реки. Разве черный дым не состоит из молекул воды? Разве не извергаются черные тучи дождем, то чистым, то грязным? Разве не родилась и сама земля в тектонических сдвигах? И чем больше ты желаешь живительную воду в материи земли, тем больше воды в твоем организме притягивается к ней. И вот первая капелька дождя после апокалипсиса падает на разгоряченную почву. И вновь и вновь дождь обывает почву, и соединяются они в этой любви к друг другу, и капельки уже образуют реки. И если ты захочешь, то вполне можешь стать этой капелькой дождя, которая радостно растворяется в реке. И река радостно обнимает каплю в любовном водовороте. И вот хищная мощная птица, огромный орел с железными крыльями приземляется на берег. Испугается ли река орла, или радостно примет его и щедро отдаст себя? Нет, радостно реке отдает себя, ведь течет великая река жизни, и любви, и неумолима, и щедро. И как девушка отдает себя зверям, так и река отдает себя орлу, и как мужчина желает соединиться с женщиной, так и капля, радость творится в реке. Так и течет река жизни. И если ты захочешь повернуть влево или вправо, то она найдет для тебя приток, а приток найдет для себя море. И каждое море, в которое ты впадаешь и выпадаешь по своему желанию, найдет в себе океан. А каждый океан щедро отдает себя палящему солнцу, и ты можешь испариться вместе с ним, став черной дымящейся тучей, и радостно ороситься на изможденную лаву и почву, и сделаться лавой, которая разрушит людские селения, и мужчины из грохочущего воинства будут жадно пить капли дождя. И если ты сохранил радость капля, тебе легко будет пройти мимо их ртов и выплеснуться на женщину, и позже вновь капелькой впасть в реку и дать зверю тобой напиться и насытиться. Великая и простая земля Гайя смеется над разрушением и ценит его, как свой любимый танец. Все изумрудные змеи по телу нашей планеты от головы и до пят полюсов змеятся рептильными волнами, и эти волны из ядра земли, будто из живота растекаются по ее телу и танцам гравитацией, уходят еще дальше в космос, и звезды взрываются и любовно дают свою энергию космическому хаосу. И это каждая звезда будто взрыв наслаждения на теле вселенной, и тело это первородное однам лежит и восхищенно смотрит на руку. Или будто шаг цеплячет и возбуждает своей энергией шивы, и нет разницы между чистотой и нечистотой, страстным сексом и утолением жажды из ручья, ибо все проникнуты любовью к соединению. Потому и взрывается твой позвоночник, как змея, и взрываются звезды, и ласками обиваются люди, и за грани всех мысленных страхов и опасений ты ощущаешь, что все это достойно лишь смеха и восторга, потому что за грани страхов и опасений есть лишь только наслаждение, наслаждение и танец, и наслаждение, которое волнами проходит по твоему телу, изобильны, как сама вселенная, и чем более наслаждаешься ты, тем более приятно этими волнами наслаждается тобой, и все танцует, 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 танцует. Радость, радость, экстаза, фонтаном распускающиеся розы, лотосные вуали от луны до солнца, умертяние жертвы силы, экстаза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова